добрый день что же пришло время сделать обзор на полностью готовые и заточенные опасные бритвы приступим пожалуй оправа зирикот древесины протер вообще чисто так по два раза провел тряпочкой не упирался у меня сегодня день такой полдня пропала подул ураганный ветер и сдул электричество полдня не было не знал чем заняться кружил а потом опять свет воткнули так что пользусь случаем как говорится сделал намеченные дела на сегодня это у нас 1 2 2 бритвка левесину так и не узнал не могу даже звонится никогда ехать тоже тут набор на сделал клиншик не знаю почему так захотелось не всегда все спонтанно выходит обычно затачивать приятно а это хорошо то есть пользователю тоже будет приятно затачивать это первый признак если вот меня затачивается так чинно как то так легко значит пользователь тоже также будет затачивать без всяких там каких-то доп хлопот значит четвертая третья бритвка оправа венге хотел выпендриться но нужны средства чтоб что-то подкупить и чем-то выпендриться поэтому подача четвертая вогнутость поэтому изготавливалось того что было уже ранее закуплено протирать конечно было лучше так одна четвертая говорил хорошо подписала а то сейчас минал бы полдня шлифовки с каноню за счет чего бритвки будут не стоить как камаз оставить как бритвы это вот с линиям хамон человек так она и называется хамон тут я все сомневался крепко оправа граб мореный тоже давно у меня уже лежал стали уже только не 8 как у стальных а шаха 15 это пакет на кованой стали так читаем 1 2 смотрим и бритвка клин из у-8 стали специально не стал снимать подкладку бывают вопросы не то чтобы часто но не то чтобы редко он вечер не протер вот там еще протирать думал думал чувствует что-то не сделал но хорошо сейчас помню клин сто процентов так объясняю по поводу подкладки то есть в моем случае за лента за лента обыкновенная сейчас покажу вот такие мы обычная для электриков созданная как затачивать есть какая-никакая но все-таки улыбка то проводите с легким переваливанием тем временем кончика но так пошла плавно здесь вышла на этом углу наоборот вот так вот но она очень легкая вы сами почувствуете вы сами видите где она в это время трется и как это трение переходит с край на край дальше при заточке я использую сюда один слой изоленты но при правке уже там на ремне подкладываю второй слой изоленты для ускорения если хотите ускориться это реальный способ толщина очень маленькая все равно даже в двух слоев но она какая-никая есть сейчас покажу наверно сразу два снимаются в общем затачивал с одним слоем так вот правило с двумя слоями так что если возьмете справить то сразу можно два слоя втыкать и не париться хотя один слой поставить это же получится чуть дольше только будет происходить все-таки протру не могу смотреть на полоску от изоленты ну давай техника оп чуть-чуть еще осталось такой вот клинышек тяжелый объемный но тяпкой его не ощущаешь он какой-то такой прям бритва-бритва прям приятные очень вещи вышли неожиданно приятный чему неожиданно потому что я как бы вам сказать рассчитывал от такого размера какой-то топорности какой-то неуклюжести такой вот слова такие говорю прямо как тут так вот получилось то есть все пошло так чтобы из этого вышли реальные бритвы они какие-то там тяпки или какой-то там что-то подобие бритв вышли прям бритвы с большой буквы ну что ж сейчас зачищу там на клинышках после этого видео так на вопросы за ленты я ответил до куб я обещал показать на электронную почту метод спрашивал один человек с обзором все встречайте на сайте постараюсь конечно сегодня уже даже если опять провода не сдует венита электричество будет то развешивайся они так стоп видео обзор все остался куб пришел в слесарку я тут несколько комнат мастерской все для своих работ и вот там и такой кубик то есть там патрон тут провод выходит от утюга что такая штуковина была провод чтобы не перегибался вот такой вот такой вот куб как надо включить в общем смотрится вроде колхозных конечно но работает укладывать сюда примеру такой вот клинок укладываюсь на него уже как называют копировку бумага такая синяя и на нее уже рисунок я вижу контуры клинка и попадаю точно по лезвию куда мне нужно такой вот кубик снизу там просто пусто сверху стеклышко тут зазор есть не покажет техника в общем вот так вот а сейчас осталось у меня с полчасика с часик так что я попытаюсь тут еще немножко потренироваться по поводу всечки металла в дерево пока без особо инструментов каких-то но так руку поднабить на этом все благодарю за внимание до свидания